Всем привет, с вами Прия. Сегодня открытие сундуков будет немножко особенным. Во-первых, это будет первое открытие новых сундуков. Ну, патч 8.3 и 475 лут, который падает с 15 сундучков и выше. Во-вторых, это будет двойной лут. На прошлой неделе я сундучки не открывал и открою, собственно, сейчас за несколько минут до ресета с целью того, чтобы попытаться дропнуть вещицу высокого этом левела, потому что, может быть, система лута поменялась и в итоге я залутаю нормального эквипа шмотку, овербафнутого. Ну, в итоге нет. Все это засаливание сундуков на пользу не пошло и эти сундучки можно было вскрывать хоть когда в течение недели. Окей, по крайней мере, я попытался, но ничего в этом такого нет. Ну и сундучок на ДК. Да, упадет какая-нибудь 440-ая шмотка, ну, пускай, пускай, почему бы и нет. Вот я хочу, чтобы сейчас я вскрыл сундук и мне тоже упала пушка через 5 минут. Ждем. Ну, я думаю, в войну упадут, конечно же, перчатки. Это все-таки перчатки. Окей, классный лут, классной недели. Напряжение растет, все начинают вскрывать сундучки, 10 по Москве свертануло. Поехали. Нужно лутать что-то классное. Стоять. Специализация, анхоли, все отлично. Ну, потому что, если лутим какой-то танковский тринкет, будет неприятно. Порченые перчатки, сумеречное разрушение. Ну, я считаю, это идеальный прок, который даст мне, конечно же, плюс ДПСа. К тому же, перчатки не крафтятся кузнецами. Это замечательно. Хочется на этой неделе все-таки добить 97 осколков, неважно каким способом. Аренки там, рейды. Самое главное, что их нужно добить. И после этого смогу делать крафты. А именно, 470 пояс, 470 по ноже, ну и шапочка азеритовая. А тут что у нас за квест? Да, тут у нас героический фронт, темные берега. Можно будет, как вариант, лутануть 460-ю вещицу. Нужно еще ПВП сундучок вскрыть. Все-таки не зря же я рейтинг набивал в троечке, там, на ранг претендента. Ну, двоечку, да, пытался что-то играть, но такое себе. Может, упадет что-то неплохое, кстати. Почему бы и нет? Я буду только рад. Ушка! Вау! Серьезно? Это хорошо. Она еще и с сокетом, она еще и порченая. Порченая. Карапшеная. Карапшеная! Чудно, чудно. Люблю такие дропы, нужно будет посимить. И самое главное, особо сильно не уйти в порчу. Да, это самое главное. Ну что ж, можно перемещаться на другого персонажа. Я доволен таким лутом, но на самом-то деле, хотелось, чтобы это было наоборот. Пушка упала бы с мифик плюс сундука, перчатки с ПВП сундука. Насчет воина и монаха, планов относительно немного. В текущем сезоне, в текущем патче, просто закрыл им 11-й или 10-й ключ, не помню даже. Окей, тринкет 465-й, ну и ключик. Модификаторы ключа, взрывной, некротический, тиранический. В принципе, неплохо. Что касательно по тринкету, тринкет чисто на дэмэдж. Ну, можно будет надеть, в принципе, почему бы и нет. С целью того, чтобы подамагать какие-нибудь там псевдолокалочки. Побыстрее делать, если, конечно, я решу поиграть на варе. Немножко задумался так. А если сейчас пушка упадет на монаха, то что тогда делать, радоваться или нет? Ну, наверное, нет. Так, окей, это колечко, которое делает что? Которое ваше заклинание способности могут вызвать вспышку ясности. В результате чего время восстановления ваших следующих одного заклинания будет сокращено на 3 секунды. Полезно ли это для танка-монаха? Наверное, да. Колечко само по себе неплохое по статам своим. При там ногах осты мало, в принципе, хорошо. Да, зачарю надену. Замечательное кольцо, замечательная неделя, замечательный лут. Планы фармить 14-е ключики с целью получения 465-го лута. Да, там немножко поменяли абсолютно весь лут. И теперь с 14-х ключей можно лутать 465-е вещицы. Не с 15-х, как планировалось несколько дней назад. Все это будет на стриме. Ссылочки в описании. Берегите ноги. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова